Всем привет! Сегодня 16 апреля 22 года. С Сергеем Санычем мы хотели сегодня съездить на рыбалку. Ну, так скажем, не сложилось. Приехал к маме в деревню и хочу сходить в другую деревню моего детства, где жили дедушка с бабушкой, в деревню Малышечникова. Каждый год по традиции мы ходим туда. Хочется посмотреть опять на домик. Правда, времени у меня осталось, наверное, около трех часов. Время половина пятого. Восемь стемнеет. Прохожу мимо навеса. Там дальше Левинская роща. Впереди меня Малышечникова. Идти примерно 3-4 километра. Вот она, первая канава. Течет. Втекает, точнее, в сужу. Течет из леса. Проверяю ее на наличии щук. Щуки не вижу. Мой маршрут идет дальше. На Чертовичевскую дорогу. И в лес, в деревню. Хожу на Чертовичевскую дорогу. Там вот поселок Чертовичевская, где мы учились, в школе. С 1 по 11. Там Малышечникова. Впереди меня еще одна канава, которая течет из Левина. В эту маленькую речушку. Сейчас посмотрим, кто же может быть. Поглядеть, может быть, зашла ли сюда щука или нет. Иду дальше. Все время, когда мы шли из деревни, мимо вот этого, скажем, кустарника, у нас это было половина дороги, половина пути. И мы с моим братом Дмитрием менялись рюкзаками. Сегодня у меня тоже здесь половина пути. Я иду в деревню, иду дальше. Когда-то это все создавало империи. Очередная протока с поля. Сейчас пройдусь по ней. Может быть, тут есть щука. Хочется найти заходную щуку из реки. Иду дальше. Иду по ручью. Ищу щука. Как же здорово жить на земле. Жить на земле, а не на диване. Вот оно, все настоящее. Тут даже по расположению деревьев видно, что раньше здесь была дорога. Это место называлось Коридор. Иду коридором после его окончания небольшой поля и деревня. Скоро подойду уже туда. Вот она. Как мы ее звали? Бабкина гора. Там речка. А на той стороне домик. Сейчас иду туда. Уже практически пришел. Вы можете представить себе масштабы. Я внутри сгоревшего дерева. Спрятался, как в доме. Залез в сгоревшее внутри дерево. Подхожу к деревне. Тут можно жить. Это целый дом. Целый огромный дом выгревший. Сосед с ним огромная ива, которую хотели свалить бобры. Масштабы вы видите, да? Обхватить я ее, конечно, не смогу. Такое ощущение начало потрескать. Наверное, все-таки огромное вот это ивище упадет. Мост, по которому хотел перейти, затоплен. Стоит огромная бобровая запруда. А здесь, на берегу, дедушкина баня. Сейчас тоже в нее заглянем. Буду переходить по бобровой запруде. Сейчас пойду по ней. Вот она. Банька. Банька наша. Когда-то раньше мы здесь мылись с дедушкой, с Геной. Тоже ей уже осталось немножко. Вот он дом. Похоже, это зимой рухнула все-таки крыша. Интересно, чтобы не случись целые окна. Неразбитые окна. Вот он наш домик. Крыши нет. Пойду внутрь. Вперед в домик. Пойду вместе с вами. Чтобы мне не было так страшно. Очень сильно пахнет гнилье. Там был двор. Тут горница. Вот он, клетчатый пиджачок. Там терраса. Дом год назад полы были целые. Мы с Димой даже прошли туда. Но, похоже, когда сняли крышу начало все сильно-сильно гнить. Тяжесть печного кирпича проломила пол. Да, когда-то здесь отчасти проходило наше детство. Часто мне снится этот дом и его прежние жильцы. Я думал, что все это на века. Ошибался, конечно. Ошибался, ошибался. Сейчас еще зайду в горницу. Прошлый раз мы в этом пиджаке нашли охотничий патрон. Слушай, а его нет. А вон мужик пиджаки. Эх, наверное, раньше этот пиджачок был моднявый. В штанишке. Это была охотничья комната. Флаги на волков. Да, что делает время. Очень сильно в домике пахнет гнилью и прелью. Сейчас схожу еще в место, где жила скотина. Еще в моем детстве мы это строили с нашим дедом. С Геной. Походу, здесь даже когда-то ночевали охотники, что ли. Какой-то гусь или утка. Вот она природа. Вот она ель. Вот он дуб. Вот он дом. От него практически еще пару лет и ничего не останется. Он упадет. Сейчас немножечко чайку попью. Буду выдвигаться в обратный путь. Спасибо всем, кто путешествовал сегодня вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комменты. Сегодня я пришел в деревню своего детства. Здесь жил мой дед и моя бабка. Каждый год мы ходим сюда. Каждый год. И этот год был не исключением. Всем пока-пока. Продолжение следует...